Ну а сейчас эфир нашего канала продолжает программа «Сенат». Я передаю слово Ирине Росиус. Ирина, здравствуйте. О чем сегодня пойдет речь? Здравствуйте, Ольга. Сегодня речь пойдет о реформе местного самоуправления. Будем подводить первые итоги. Позвольте, я представлю сегодняшних гостей. Итак, это Азаров Дмитрий Игоревич, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Киричок Степан Михайлович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также в студии находится глава города Челябинск, это Станислав Иванович Машаров. И также мы ждем сегодня губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева. Он как раз должен подойти в ближайшее время. Какими финансовыми и средствами обладает муниципальное образование, чтобы решать свои собственные проблемы? Или нужно идти все-таки к губернатору и говорить, вот у нас есть проблемы? Нам пора об этом поговорить, потому что есть ощущение, что мы все время говорим о других вещах. Но если интересует этот вопрос, я думаю, о нем есть смысл поговорить. Мы часто слышим, что местное самоуправление значительно недофинансировано. И цифры, которые звучали в том числе в парламенте, говорили о том, что вопросы местного значения обеспечены бюджетным финансированием от 40% до 70% в зависимости от вида поселения, так скажем, или муниципального образования. Значит, есть эта проблема. Но смотрите, в чем штука. Мы всегда говорим о деньгах, не задумываясь часто о полномочиях. Как можно сравнивать, хватает денег или нет, если мы не знаем четко, какие полномочия к тому или иному уровню, в том числе к муниципальной власти, относятся. И в том числе, вот именно в 136 законе, именно после поручения президента, который искал, пора разобраться уже в этом вопросе, это было сделано. Когда раньше оценил, что денег не хватает, смотрите, какая штука. В законе федеральном четко, в общих принципах организации местного управления четко расписано, какие вопросы местного значения, какие полномочия за каждым уровнем. Но, и рабочая группа, проанализировав около 300 законов, законопроектов подзаконных актов, пришла к выводу, что еще с отраслевыми законами, отдельными законами, полномочия или обязанность, я бы даже сказал, местного сумму управления по исполнению тех или иных полномочий добавлена. И, соответственно, происходит вот такая дисгармония, да, объем финансирования бюджетно предусмотренного бюджетной системой Российской Федерации и объемом полномочий. Так вот, сегодня как раз дано право, в том числе, на конкретной территории разобраться с этим вопросом. Да, есть вопросы местного значения, которые не могут быть переданы с уровня на уровень, но расширены, опять же, права территории для того, чтобы, если муниципалитет не справляется с этими вопросами, то это полномочия могут быть переведены на региональный уровень и финансироваться с регионального уровня. Или оно может быть передано на дополнительно какое-то полномочие на уровень муниципального образования, но с финансовым, с бюджетным сопровождением. Это кардинальная вещь. Поэтому мы очень рассчитываем, что после принятия этого закона, после наработки правоприменительной практики, этот вопрос во многом будет решен. Он не будет решен в целом. Поймите правильно, от того, чтобы перераспределяем полномочия между федерацией, регионом, муниципалитетами, денег в стране больше от этого не становится. Денег в стране станет больше, если мы будем все вместе лучше работать. Вы знаете, у нас есть возможность спросить мнение у губернатора Туршской области. Он как раз сейчас к нам присоединится. Владимир Сергеевич Груздев, мы вас ждем. Я попрошу вас прокомментировать слова Дмитрия Игоревича. Мы сейчас обсуждаем как раз реформу. Может быть, и не реформу, а может быть, принятие 136-го закона, как он изменит эту жизнь. В Туршской области, мне кажется, как раз уточнение реформы здесь, а здесь уточнение. Согласен, то, что денег от реформы больше не станет. Поэтому, мне кажется, деньги могут появиться только в том случае, если у нас органы государственной власти при получении полномочий с муниципального уровня смогут провести свои оргштатные мероприятия и таким образом оказаться более эффективными. Но, мне кажется, что те реформы, которые у нас происходят в рамках 131-го закона и в рамках тех законов, которые сегодня рассматриваются, принимаются, они, реформа достаточно своевременная. Прежде всего, касается вопрос того, что более эффективное управление появляется. Могу сказать, что у себя в Туршской области мы активно пользуемся теми новеллами, которые нам дает федеральный законодатель. И, вот, скажем, у нас есть возможность, была возможность в этом году взять часть полномочий муниципального уровня на свой, региональный уровень. Я хочу сказать, что мы не злоупотребляли этими полномочиями. И, в принципе, подняли только одно полномочие – это земельный контроль. Все остальные полномочия, как были, так и остались на муниципальном уровне. И основная наша задача вместе с муниципалитетами – обеспечить больше финансовую обеспеченность и исполнение тех полномочий, которые есть. Это, как бы, основная задача. И вот, посмотрите, я правильно понимаю, у вас новые виды местного самоправления не используются, внутримуниципальные городские районы не используются. Выборность, схема выборов сохранена. Уточнены были полномочия. Вот яркий пример, на мой взгляд, Тульской области, где губернатор, посмотрев на сложившуюся систему, понял, что она работает эффективно, что нужно кое-что подправить, уточнить. И в целом система сохранена. И, на мой взгляд, это абсолютно оправданно было с учетом тех показателей, кстати, эффективности, которые сегодня Тульская область демонстрирует. Вот в продолжение то, что сказано коллегами, я хочу привести пример по Московской области. И этот пример, он не один, не только в Московской области. Вывоз мусора, свалки и так далее и тому подобное. Законодательное собрание по предложению Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области, приняло решение о том, что это полномочия они берут на региональный уровень. Я думаю, что они берут на себя огромнейшую обязанность и огромнейшую ответственность. Ну вот разве гоже о том, что вокруг Москвы, ну вот, стоит только в аэропорт поехать, мы видим, ну, кое-какие вещи, которые не очень благоприятны. Удастся это Московской области сделать или нет? Но они берут на себя эту ответственность и они собираются. Потому что там на муниципальном уровне не решилось. И это дает возможность концентрировать средства для того, чтобы построить какой-то завод. Ну, знаете, в каждом дворе или в каждом муниципалитете мусороперерабатывающие там современные заводы не построить. А в целом в регионе, допустим, в Московской области два, в Тульской области может быть один. Вот еще где-то. Это можно сделать. Это берется с целесообразностью, а не просто так, что вот от кого-то отнимают. Эксперты обращают внимание, и их надо слушать обязательно. Вот ущемляют, перераспределяют ресурсы и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Да, негативные заголовки. Ничего подобного в головах губернаторов и ЗАГС собраний нету такого. Все делается только с одного. Избранный губернатор или губернатор, собирающийся избираться, всегда думают только об одном, чтобы население хорошо оценивало его работу. А для того, чтобы хорошо оценивало его работу, надо хорошо работать, надо результаты давать. И они ищут варианты, как это сделать. Сегодня федеральное законодательство позволяет им это делать. И вот слова губернатора, они кое-что сделали. Что такое земельный контроль? Это очень важнейшее мероприятие. Если оно будет, знаете, более профессионально осуществляться, больше порядка будет. Мы за порядок. И наше законодательство этому позволяет. Мы не против уточнять. Вы говорили о финансах. И вот Дмитрий Игоревич начал говорить об отраслевых законах. Да, на сегодня мы обнаружили в двухстах отраслевых законах дополнительные нагрузки на местное самоуправление, которые не финансируются. Это и Минпромторг, и Минкульт, и Минсвязь, многие организации. Не потому, что они плохие. Нет. Потому, что так это заведено. Территориальные органы, которые работают федеральные в наших регионах, они не участвуют в полной мере в помощи муниципалитету. Наш комитет сейчас активно, кстати, препятствует, чтобы никто отраслевых законов не грузил муниципалитеты избыточными полномочиями. Так мы сегодня имеем в Государственной Думе, вот мы тоже, Дмитрий Игоревич, авторы этого закона, ряд депутатов Государственной Думы, мы сегодня вносим порядка 60 таких поправок, которые меняют вот это отраслевое законодательство. Мы не говорим, что не надо выполнять то, что написано в отраслевом законе, но мы даем возможность. Если надо выполнять, или сами выполняйте, или отдавайте это региону или муниципалитету, но с денежками. Такой закон работает, но в эту сессию будет принят. Значит, они еще дальше пойдут. Вообще, в принципе, нет такой задачи у кого-то что-то забрать и поделить. Да. Вот журналисты, некоторые эксперты говорят о том, что это укрепление вертикали власти. Я думаю, что мы сегодня говорим и для журналистов тоже, что никакой вертикали, ничего быть. И экономия средств в условиях тех экономических условий. А вы разве против того, чтобы была понятная, нормальная власть? Нет, я не против. Я наоборот, за то, чтобы было все прозрачно и понятно, и чтобы люди действительно могли дотянуться рукой до власти. Знаете, мы сейчас к этому вопросу вернемся, потому что мы должны прерваться. Я напомню, что это программа «Сенат». Мы обсуждаем реформу местного самоуправления. Не приключайтесь, вернемся через несколько минут. Об этом не только подробнее расскажем в начале следующего часа. А сейчас я вновь передаю слово Ирине Россиус и ее собеседникам. Программа «Сенат» продолжает наш эфир. Спасибо за предоставленное слово. Действительно, мы продолжаем. Мы обсуждаем реформу местного самоуправления. Подводим первые итоги. У нас уже достаточно острые вопросы возникают. Мы остановились на том, что многие эксперты и журналисты пишут о том, что благодаря этой реформе произойдет укрепление вертикали власти. И в условиях таких сложных экономических это будет некая экономия средств. Давайте в первую очередь на что обращают внимание журналисты. В публикациях из того, что видел я. Они, как правило, как раз в меньшей степени освещают вопросы перераспределения полномочий, наделениями нужными полномочиями муниципалитетов и их исполнением. В первую очередь интересует, каким образом формируются органы власти. Выборы, прямые выборы, выборы из состава депутатского корпуса. Вот это, как правило, хотя это часто не является определяющими вещами для эффективной, успешной работы муниципалитета. Но на это в первую очередь обращают внимание. Я могу сказать простую статистику. По нашим предварительным данным, если говорить об этом вопросе, 50% муниципальных образований на территории страны будут избирать главу на прямых выборах. И, соответственно, половина, вторая половина, 50% из состава депутатского корпуса. Простой ответ на ваш вопрос. Нету задачи именно так и не иначе. Здесь нет правильного ответа. Правильный ответ тот, который оказывается наиболее эффективным на конкретной территории, в конкретном муниципальном образовании, которое воспринимается людьми. Поэтому это, я думаю, достаточно серьезная иллюстрация того, что нет заданной задачки. Нет ответа правильного здесь. 50% так, 50% так. Мы будем следить, мы будем мониторить, как эта ситуация будет развиваться. Она разная и по европейским странам, и по Соединенным Штатам Америки. И там где-то больше выбирают из состава депутатского корпуса, где-то на прямых выборах. Но такой вариативности, такого набора возможностей по формированию органов местного самоправления нет ни в одной стране мира. Просто интересно, а почему именно такая вариативность? Ведь основное, что в Америке тоже достаточно огромная страна. И там есть выбор, но не такой большой. Но у нас, смотрите, какие климатические зоны. У нас культурные традиции. У нас конфессиональные предпочтения разные. Может быть, определить необходимо четкие правила? Так их они определены. Они определены. Сегодня федеральный законодатель дал набор возможностей. И конкретные правила определяет субъект федерации. Именно из-за того, что у нас федеративное государство. И субъект федерации принимает оптимальное решение на той или иной территории. С учетом, как говорил уже Степан Михайлович, географических, климатических особенностей. Культурных, национальных и так далее. Да, и Степан Михайлович затронул очень интересную тему. Проблемы ЖКХ, ВВС, Мунстера. Мы поняли, что здесь решить на муниципальном уровне это сложно. Вот какие проблемы... Не, 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 не. Я не сказал, что сложно решить в отдельных... Иногда эффективнее решить на региональном уровне. О чем сказал Степан Михайлович. Да, что для маленького поселенного пункта... Я хотела просто уточнить у представителя из Челябинска, у Станислава Ивановича. Какие, собственно, вопросы ваше муниципальное образование могут решать? Вот сегодня у нас как раз идет процесс по тем 13 вопросам местного значения, которые остались у нас в районах, как раз идет процесс разграничения полномочий. И это очень важно, потому что мы видим, что на каких-то этапах может возникнуть вакуум, да, и этим вопросом никто не будет заниматься. Я просто, знаете, не слышу конкретного ответа. Вы мне пытаетесь очень пространственно ответить на... Давайте я конкретно скажу. Идет более точная настройка муниципальной власти. И сегодня абсолютно... Вот эти полномочия мы должны прописать. И должны прописать, чтобы эти работы эффективно выполнялись. Глава муниципального образования города, вот, например, того же Челябинска, вот, мне приходилось... Я давно в этой жизни работаю в муниципалитете и работал в городе с районным делением. Этот город называется Тюмень. Там было три района, сейчас четыре. И у нас были свои бюджеты, свои депутаты. Всего в Тюмени было, вот, я посчитал, 456 депутатов. Мне, когда я стал работать главой города, мне было неудобно с ними работать. Потому что они все приходили и о своем подъезде рассказывали, о своей улице, о своем дворе рассказывали, о своем парке рассказывали и так далее. А я такие большие, глобальные, городские вопросы решал. Водоканал, гороэлектросеть, тепловые сети и так далее и тому подобное. Они как будто бы мешали. Это неправильный подход с моей стороны. Я должен делать то, что люди просят, организовать эту работу. И мы сегодня возвращаемся к этой системе. Понимаете? Например, нас обвиняют эксперты и говорят, вот, они там написали и допустили, город поделят на пять частей, на семь частей. Город поделить невозможно. Город всегда был городом, и его никто не поделит. Система управления в этом городе разными направлениями, она будет разная. И в городском полномочии будет и трамваи, и весь транспорт, и общая градостроительная политика, и общая благоустроительная. Все будет. А в конкретном микрорайоне, который будет называться внутригородским муниципальным районом, там будут заниматься теми, что вот эта городская дума разрешит, что она доверит. Ой, им там ничего не дадут, убирать скверы дадут, выгул собак там это самое будут организовывать, улицы освещать и так далее. А это что, плохо? Пусть да. Тротуар надо мести, улицу надо освещать, травку надо косить, водичку надо подавать. Все это, слушайте, очень важно. А муниципальный контроль, да? Муниципальный контроль, да. Муниципальный контроль, который мы передаем на уровень района. Поэтому маленьких работ в муниципалитете не бывает. Вот из маленьких складываются большие дела. И никто не собирается делить общегородские проблемы на какие-то части. Так ведь некоторые говорят, а как там автобусы будут ходить, цену билету в раздую там назначат. До маразма можно дойти. У Владимира Сергеевича хотела спросить, существует ли конфликт интересов? Вы знаете, Ирина, давайте разделим на два больших аспекта. Первое. С чем сталкивается простой гражданин? С общением с властью, когда ему нужно, скажем, получить либо какое-то пособие, либо справку, либо, я не знаю, паспорта. Это мы уже обсуждали, пока вас не было. Да, свидетельство о рождении. И второе, это вопросы жизнеобеспечения населенного пункта. Вот здесь в каждом случае у нас есть возможность по-разному сформировать взаимодействие муниципальных и региональных органов власти. У меня подход простой. По принципу не навреди. То есть мы те реформы, которые мы делаем, мы делаем только в том случае, если мы получаем поддержку жителей. Например, вот одна из последних реформ, которая у нас происходила, у нас был присоединен Ленинский район, это, ну, скажем, как Москва, Московская область, к Туле. И у нас, соответственно, получился единое муниципальное образование, городской и округ города Герой Тула. Прежде чем проводить подобного рода мероприятия, мы обсудили это с жителями, показали им плюсы и минусы. И в целом у нас поддержка со стороны жителей была, ну, почти там, почти стопроцентная. То есть мы не получили ни одного негативного аспекта. Единственное было, был вопрос со стороны жителей, они привыкли жить в районах, там, советский, привокзальный. И когда мы хотели, скажем, сделать, как по принципу Москвы округа, северо-восток-запад, попросили, оставьте нам название, чтобы мы привыкли к этим старым названиям. Вот и все. И оставили. И оставили название. Вот там, где люди советуются с людьми, там это будет работать. Кстати, мы ездили к Владимиру Сергеевичу, Дмитрию Игоревичу и нашими коллегами, это все видели, все поинтересовались. И я хочу сказать, что принцип не навреди, а он у него продолжен. Он еще дает и эффективность. Понимаете? Кроме этого, вот смотрите, сложно добраться было. Был центральный поселок в Ленинском районе. От него из одного района, из одного района доехать до него нужно было все равно через Тулу. Это занимало 60-70 километров, то есть далеко. А сейчас, проведя вот эти организационные мероприятия, доступность муниципальной власти стала гораздо ближе. И еще один очень важный аспект. Мы до конца следующего года должны завершить полностью формирование системы многофункциональных центров. Вот скажем, крупные в рамках районов мы до конца этого года завершаем. Удаленные рабочие места мы должны завершить до конца следующего года. И здесь существенно облегчается взаимодействие муниципальных, региональных и федеральных органов власти, потому что услуги мы оказываем и муниципальные, и региональные, и федеральные. И здесь общение человека именно с органами власти, оно становится гораздо эффективнее и гораздо ближе. Вот послание президента, о котором вы упоминали, да, там также вот у меня есть просто цитат о том, что финансово состоятельная местная власть. Как вы думаете, вот в ближайшее время это все-таки произойдет, или вот эта финансовая состоятельность будет зависеть именно от главы региона? Я уже не буду больше говорить о полномочиях, я объяснил здесь свою позицию. Я сказал и о том, что денег не станет больше в стране в целом, если мы будем просто перераспределять полномочия. Что важно сегодня? Что многие муниципалитеты, как и многие регионы, показывают эффективность. Вот смотрите, в чем дело. Когда бюджет сильно недофинансирован, глава муниципального образования создает нужный, правильный инвестиционный климат, приводит инвесторам, получает новые доходы бюджета. Но если в том числе муниципальный, во все уровни бюджета, но в том числе муниципальный, но, как правило, после этого он получает снижение господдержки, уровня господдержки. Такая же ситуация в отношении федерального центра и регионов. Владимир Сергеевич об этом может подробно рассказать. Когда субъект генерации показывает результативность свою, увеличивает доходную часть бюджета, но вместо поддержки он получает снижение уровня поддержки. И получаются те муниципалитеты, те регионы, которые работают наиболее эффективно, которые достигают опережающими темпами роста экономики, социально-экономическую ситуацию улучшают. Они оказываются в какой-то степени наказаны, потому что уровень господдержки снижается. Вот это кардинальная вещь, которая, на мой взгляд, если мы найдем решение этой проблемы, то мы найдем решение опережающего роста экономики. Кстати, Тульская область, вот Владимир Сергеевич нам рассказывал, извините, уж к вам сегодня оперируем, но Владимир Сергеевич нам рассказывал о тех механизмах поддержки регионального бюджета, муниципальным бюджетом. Например, наиболее, если я правильно вас понял, наиболее эффективно работающим муниципалитетом область предоставляет займы, которые позволяют коммерческие кредиты, коммерческие заимствования снизить, а получить более дешевые государственные кредиты, бюджетные займы. Понимаете, что это тоже мера поддержки? Какая же мера поддержки, как оказывает федеральный уровень власти регионов? Потому что сейчас идет как раз программа по замене коммерческих кредитов. Минуточку, она идет, но она не учитывает эффективность губернаторов. Она идет по принципу, кому не хватило. Ирина, я думаю, это надо отдельную передачу, посвятить взаимодействию федеральных и региональных органов власти. Мы много рассуждали и готовы порассуждать на эту тему. У нас, конечно, регионы находятся в разных позициях. И возможности поддержки со стороны федерации тоже разные. Вот в рамках, скажем, веренного мне субъекта Тульской области, у меня подход простой. То есть я не делю. Жители все наши, бюджет консолидированный наш, бюджет фактически Тульской области и в целом, наверное, Российской Федерации. Поэтому, если чем меньше проблем у меня возникает в каждом конкретном муниципальном образовании, тем меньше проблем возникает в целом области. Поэтому здесь, наверное, вы правильно говорите, что, наверное, могут быть любимчики и нелюбимчики. Но это же вопрос, наверное, уже эффективности высшего должностного леса. Он очень субъектный. Да, он субъективный, конечно. Но мне кажется, это просто глава региона, наверное, у него есть вполне достаточно полномочий для того, чтобы выровнять эту ситуацию. И для того, чтобы отношение было ко всем одинаковое. И люди, главное, этого муниципального образования, губернатору на выборах припомнят. Если он будет считать, что этот муниципальный район там чем-то виноват, и он недофинансируется. Вот и все. Есть прямой фактор влияния, и в том числе на губернатор. Нет, я этого вообще не произносила. Я хотела как раз спросить о том, как население, насколько оно активно участвует в этой реформе, насколько они готовы к этим переменам. Вот есть, Ирина, ложное такое мнение. Возможно, и я немножко лукавлю, возможно. Но все-таки ложное мнение о том, что наше население не готово к местному самоуправлению. И вот там что-то делают. Неправда. Если бережно относиться, если глава муниципального образования, депутаты муниципальные, губернатор, депутаты законодательного собрания, вот установку нашего президента передадут дословно, душевно. И понятно о том, что... Ведь президент четко говорит. Местному самоуправлению в Российской Федерации быть. Местному самоуправлению развиваться. Все должны оказывать содействие и поддержку. Да, многое не получается. Но действовать целенаправленно вектором развития местного самоуправления мы обязаны все. Президент определяет внутреннюю политику нашей страны, и он сказал так. Поэтому мы в одной упряжке. Мы все должны действовать. Но я думаю, надо и сейчас обратиться к людям, которые смотрят передачу. А население активнейшим образом участвует там, где к нему относятся, так как к субъекту местного самоуправления. Когда его спрашивают, когда с ним говорят. Это очень тяжело. Когда у тебя ограниченные ресурсы, но не ограниченные, а вот есть какие-то фактические ресурсы. И тебя просят и вот это сделать, и вот это сделать, и вот это, и вот это. И вот это ты должен честно, нормально, обоснованно, вот как говорит Станислав Иванович на публичных слушаниях, ты должен объяснить, что мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Можем наоборот все это сделать. Давайте решим, что будем делать. И когда жители скажут, мы решили, что будем это делать, а власть организует эту работу, это будет победа всей семьи. Это будет заниматься. Это уже происходит во многих городах и поселках. Это происходит уже. Там, где есть... Я этим занимался 8 лет Совета Федерации, 8 лет назад. Давайте я поделюсь своим опытом. Это нормально все. У нас есть программа... Есть и по-другому. У нас есть программа «Народный бюджет». Это программа по самообложению граждан. Когда вместе мы региональный бюджет, муниципальный бюджет, средства жителей и благотворителей, 4 источника, мы решаем и принимаем решение по проведению тех или иных работ. Вот в этом году мы таких работ произвели на 610 миллионов рублей. Причем же средства регионального бюджета там 350-375 миллионов. Остальное это средства муниципалитетов, граждан и благотворителей. Мы смогли отремонтировать порядка 700 объектов. Это самые насущные вопросы. Кровли, подвалы, замены всевозможного, так сказать, оборудования, системы ЖКХ, асфальтирования и так далее. И жители на следующий год уже подали полторы тысячи заявок. Полторы тысячи заявок. То есть, когда люди видят, что с ними по-человечески обращаются, когда они видят, что то, что обещали, делается, когда они принимают участие в этом, то они готовы голосовать своим рублем. И количество людей, которые принимают вот в этих проектах, становится все больше и больше. Это как одна из форм, одна из форм взаимодействия региональной, местной власти и наших жителей. И на все средства, да, и на все средства. Могу на более маленьком примере даже объяснить, не на регионе, а на городе. Программа дворы, которая у нас в городе действует. И мы договорились так, что жители вкладывают 5% своих средств со счета дома. Остальное все организовывает муниципалитет, помогает. Не все сразу поверили. И было очень много сомнений, будет выполнено это или нет. И как только эта программа заработала, как только начали в соседний двор сделали, а мы и не сделали, сразу жители включились. И мы договариваемся так, что вы сначала договоритесь между собой, сделайте проект. Сегодня у нас таких проектов лежит очень много. И жители готовы участвовать в этом, готовы принимать участие активное. Не только своими действиями, но и рублем. И подобных опытов много. В Самаре то же самое. У нас конкурс, двор в котором мы живем. Когда люди должны что-то сделать сами для своего двора, уже сделать. Для того, чтобы победить в конкурсе. И я видел дворы, в которых люди сами сделали фонтан. Небольшой, но фонтан. Собрать подписи, то есть объединиться для решения этой задачи. И участвовать в конкурсе. Общественная комиссия районного, как раз района определяет победителя. И жители получают двор своей мечты. Вместе с ними разрабатывается проект. Если они считают, что здесь должна быть зона отдыха для пенсионеров. Там зона отдыха для пенсионеров. Если здесь стоянка, то здесь стоянка. И это вовлекает людей крупных мегаполисов, как Москва. Москва сейчас реализует очень много проектов именно в городе. Это платные парковки. И со следующего года каждый житель многоквартирного дома должен будет платить в счет того, чтобы сделали капитальный ремонт. То есть какие-то такие вещи, которые, с одной стороны, вроде как все хорошо. Так Москва встает здесь. Во многих субъектах это уже происходит. А я бы с Москвы взял один пример. Но не один, как один, сейчас помню его. Все муниципальные депутаты города Москвы, которые меня слышат, вам подтвердят. Они участвуют в приемке выполненных работ по жилью. Все участвуют. И которых я знаю, некоторых. Но люди, которые, ну, как бы откуда их знать, это счетчик на воду или на тепло. Вот. Ну, просто не специалисты. Они говорят, что, знаете, как-то вот неудобно. Говорят, ты не стесняйся спрашивать. Ты позови тех людей, которые знают. Пусть тебе скажут. И сегодня в Москве не оплачивают капитальный ремонт жилых помещений. Пока нет. Пока не будет подписан акт. Вот. Депутатам муниципального образования. А депутат муниципального образования, чтобы подписать это акт, по каждому подъезду проходит по каждой квартире и спрашивает. Есть у вас замечания или нет замечания. Вот. Мне вот больше кажется, что все-таки самарский опыт здесь лучше. Без подписи председателя Совета многоквартирного дома. Потому что вот этот человек-то точно уже свое хозяйство знает. А этот еще ближе. Поэтому опыт не только Москвы, как вы говорите, мегаполисов, но опыт того же народного бюджета. Вот Владимир Сергеевич рассказал, как у них формируется. У Никиты Юрьевича в Кировской области по-другому формируется. У нас в Тюменской области, у Владимира Владимировича Якушева по-третьему формируется этот народный бюджет. Мы не стремимся к тому, чтобы там с людей собирать деньги. Но поверьте, если человек вложил копейку, он обязательно будет следить за том, как эта копейка расходится. Значит, качественно будет делать. Но если он вкладывает копейку, то уже платя налоги, или я ошибаюсь? Правда так. Пусть он... Мы не говорим, что это копейка... Это дополнительная копейка? Нет, это копейка необязательная. Ну как необязательная, если мы должны проводить конкурсы, выигрывать, и опять платить за то, чтобы выбрали мой бюджет. Здесь платить в той модели, которой я говорил, ничего платить не надо. Да, или в той, которой Владимир Сергеевич говорил. Здесь важно поучаствовать. Это участие. И когда этот двор формируется, то сохранность имущества этого двора в разы лучше, чем в том дворе, который просто приехали и отремонтировали. Потому что люди приняли участие. Я все-таки, вот Степан Михайлович сказал, что активно сейчас люди вовлекаются, и во многих городах, поселках это так. Но все равно уровень самоорганизации у нас все равно невысокий, оно отстает. И именно поэтому мы сегодня собрались с такой компанией. И здесь каждый из присутствующих может рассказать о своем опыте вовлечении людей. Я хочу обратиться к жителям. Нет, мы говорим про первый этап, мне главное понять, какой будет второй, третий, сколько этих этапов будет. Жизнь бесконечна, Ирина. Поэтому этапов будет много. Я, конечно, неправильно оцениваю своих коллег, но я хочу сказать, что столько, сколько сделал Сергей Семенович Собянин за 4 года в Москве. Я не знаю, ну просто памятник при жизни можно поставить, потому что город реально преобразился, он дошел до каждого двора. Да, понятно, что у Москвы финансовые возможности гораздо выше, чем у других регионов. Но я сам вырос в Москве, я просто вижу, насколько город изменился. Как город украшен уже к 1 ноября, город был уже украшен, у людей меняется настроение. Поэтому опыт Москвы мы для себя берем, в том числе вот мы для Тульской области, для крупных наших городских поселений, мы изучаем опыт в том числе и введения платных парковок, ограничений парковок. Потому что это у нас, скажем, город вытянутый, 50 километров, поэтому у нас движение все через центр. И хотим мы, не хотим, мы обязаны наводить порядок на дорогу для того, чтобы просто не иметь элементарных пробок и обеспечить функционирование общественного транспорта. Поэтому вот город, пример Москвы для нас очень большой. И мы многие вещи стараемся повторять, то, что делает Москва. А мы в Тюменской области продолжаем как раз те идеи расширять, развивать, совершенствовать или хотя бы сохранять те, которые он заложил, в том числе, кстати, по формированию бюджета. Вот с его приходом бюджет муниципальных образований начал формироваться при согласовании. Он, вот вы говорите открыто, он открывал все карты, показывал все, какие доходы есть у области. И мы все, вот я был главой муниципального образования, другие, и мы все сидели и обсуждали, как это все сделать. Вот я вам хочу сказать, что поделить правильно очень сложно. Обычно заканчивалось все это так. Ну, хорошо, все обсудили, обсудили. А вы, уважаемый губернатор, вносите предложение. Вот, но обсуждение и все эти вещи идут. И наше законодательство, с которого мы начали, сегодня дает возможность развиваться местному самоправлению. Мне очень нравится, что это подтверждают и органы государства и власти в лице губернатора, и люди, которые занялись очень таким серьезным делом. Поэтому, хочу одно сказать, никаких там нарушений функциональных в крупных городах эта реформа не несет. Тот, кто об этом говорит, он или не разобрался, или не понимает, или не отличает местное самоуправление от эффективного управления теми или другими процессами, или в городом целом. У нас все будет хорошо. Огромное вам спасибо за такую прекрасную дискуссию. Я надеюсь, что и журналисты, и эксперты поняли, что все на самом деле правильно и хорошо. Мы открыты, что рука здесь населения. И что будет еще несколько этапов, раз мы говорим про то, что это только первый. Ирина, мы открыты для обсуждения с журналистами, экспертами на любых площадках. Возможно, что-то мы не так понимаем. Пусть говорят только во благо жителей нашей страны. Спасибо большое. Это была программа «Сенат», где сегодня мы обсуждали реформу местного самоуправления. С вами была Ирина Ройсиус. Хорошего вечера.